Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Мы прошли путь от большого и раздутого пузыря к большой и уродливой черной дыре. Федеральная резервная система США объявила о намерении напечатать 2 триллиона долларов в качестве стимулирующего пакета финансовой помощи. Да даже одного квадриллиона недостаточно, чтобы остановить это. Это уже гиперинфляционная черная дыра не только американской экономики, но и мировой тоже. Да еще и со взяткой для американских граждан в 1200 долларов на 20 недель. Хватит ли этого им для оплаты аренды, ипотеки и еды? Олигархи получают помощь, все остальные получают цифровую туалетную бумагу. Помните, как в Веймарской Германии вы могли бы потереть задницу деньгами, настолько они обесценились? США стремительно падает в рецессию. Империя зла имеет абсолютное оружие, печатный станок. Эта дьявольская машина может принести смерть доллару и уничтожить всю экономику. Если завышенные цены на туалетную бумагу на ebay являются индикатором, то, судя по нему, что-то в экономике не так. И это только начало. Все превратится в настоящий бардак. Пузыри активов должны лопнуть, цены на недвижимость должны упасть, компании должны провалиться. Этой перегретой раздутой экономике в секторе услуг нужно позволить отдохнуть. Мы должны позволить функционированию свободного рынка. Если правительство будет пытаться создать сбережения из воздуха и загонять людей в долги еще глубже, чтобы покупать продукты, которые мы не можем себе позволить, то они просто все усугубят. Налоговые поступления собираются взвинтить до потолка. Расходы государства тоже. Американскому правительству нужно либо позволить покупательной способности фиатных денег идти прямиком в ад, либо закрывать фондовый рынок на целые поколения. Пока США находятся в карантинном локдауне и бизнес не работает, не имеет никакого значения, сколько денег ФРС США выкинет на рынок. Однако на сегодняшний день они контролируют все, даже правительство и полицейские участки. Фактически инфляция это увеличение денежных поставок, которые уменьшают покупательную способность людей. Больше денег приравнивается к большей инфляции и долгу. Это уже происходит, прошу вас открыть глаза. Подождите, пока через пару недель начнется катастрофа недвижимости. Это будет эпично. Правительства банкротят частный бизнес по всему миру, уничтожают наш жизненный уклад страшными слухами, заставляют нас урезать свои расходы, чтобы протянуть безработы в локдауне, пока паразиты в правительстве получают полные зарплаты. Материалы о болезни исходят от всех правительств и главных СМИ. Общественность обманывают в беспрецедентных масштабах. Факт того, что мы обязаны давать подаяние корпорациям уже дважды за последние 15 лет, очень тревожный. Это показывает, насколько хрупкая наша экономика и как безответственны эти корпорации. Они пытаются засунуть деньги в дыру, которая схлопывается сама по себе. Идея в том, что у них будет возможность поднять процентные ставки, когда станет понятно, что инфляция бессмысленна. Но если они не поднимут ставки сейчас, то они не сделают этого уже никогда. Чем дольше они этого ждут, тем сложнее будет это сделать. План ФРС США следующий. Шаг 1. Раздуть все долги. Шаг 2. Создать новый доллар США. Шаг 3. Забыть, что произошло. Ирония в том, что этот их план решения вопроса и есть проблема. Вертолетные деньги ФРС и бесконечные денежные поставки будут иметь последствия даже хуже, чем от вируса. Если правительство попробует тратить деньги так же, как и до начала карантинной блокировки, в это же время оставив эту самую блокировку, это будет обычная погоня за большими деньгами после значительного сокращения товаров и предоставляемых услуг. Результатом этого будет огромная инфляция. Половина американской страны остается без работы, доходов и возможности приобретения товаров, а ФРС в это время растрачивает триллионы долларов. Вкачивание денег при уменьшении количества поставок товаров может привести только к гиперинфляции. Производство во время карантина имеет свои ограничения, так что вкачивание денег только поднимет цены на производимые товары. Мы видели это в Венесуэле, где не сколько печатание огромного количества денег создало проблему, а не соответствие количества товаров и услуг количеству этих напечатанных денег. Сейчас в США происходит то же самое. Прощай, финансовая система. Хотя у меня есть сомнения, но ничего не стоит предположить, что из-за карантина в этом году мы увидим преднамеренные попытки разрушения финансовой системы. Нет более верного пути, чем запустить гиперинфляцию. Запланированная, но поданная как счастливое стечение обстоятельств. Сейчас единственный вопрос, а сколько более это принесет и самое главное кому? Если система будет перезагружена честными, мудрыми людьми с хорошими намерениями, мы можем прийти к лучшему. Но каковы шансы, что те, кто находится во главе, мудры или честны? Настоящая проблема заключается в одновременном спросе и шоке поставок продовольствия, которые идут не последовательно, а параллельно друг к другу, в связи с приказом властей закрыть практически все, что можно. А также вводом чрезвычайного положения, развертыванием военных баз для соблюдения комендантского часа и карантина, потери многих человеческих прав, таких как свобода слова, собрание, ограничение передвижения, силовой захват людей и обязанность самоизоляции. Какой сюрприз? Правительство принуждает бизнес прекратить деятельность, но делает это в тот момент, когда этому бизнесу наоборот нужно помочь. Правительство всегда действовало лучше, ломая бизнес-условия, чем создавая их. Оно как поджигатель, который разводит огонь, а затем спасает жертву, но уже после всего ущерба, который был нанесен. Когда вы подсчитаете весь потерянный рабочими доход, в большинстве случаев вертолетных денег будет недостаточно, чтобы восполнить эти потери. Из-за блокировок совокупный спрос будет просто падать даже с этими вертолетными деньгами. В настоящее время единственное место, где можно потратить деньги, это продуктовый магазин и аптека. Как же много туалетной бумаги можно купить за 1200 долларов? Одна тысяча долларов на семью – это ничто по сравнению с триллионами, которые украли эти воры из американской экономики. У меня есть куда лучшая идея. Давайте привлечем ФРС США в соответствии с законом RICO за участие в рэкете и спонсировании терроризма. Давайте уберем все мошеннические доходы от налогов и перераспределим эти налоговые поступления между каждым американцем, который платил этой лживой системе за лживую заботу. Давайте установим валюту, подкрепленную золотом, и урежем корпоративные налоговые ставки, чтобы дать бизнесу стимул к производству в Соединенных Штатах. Увеличение доходов будет феноменальным. С 1913 года доллар потерял 97% своей стоимости. Американцы теперь получают от ФРС жалкие, бесцененные фиатные тысячу долларов. Да над ними просто издеваются. Если вы американец и получите этот чек, сконвертируйте этот фиатный доллар в золото или в биткоин, и то лучше будет. Все ломается на глазах. Если не вирус, то правительственные меры погубят вас, забрав вашу работу, ограничив вашу возможность работать, ограничив то, что вы можете есть и то, куда вы можете путешествовать. Перспективы максимально мрачные, но не из-за вируса, а из-за правительства и его конкретных действий. Слишком много долларов и слишком мало товаров. Карантинная блокировка означает, что новой продукции будет очень мало, либо ее не будет совсем. Блокировка означает потребление только того, что хранилось в избытке. Печатание же означает бесконечное количество долларов. Мы все будем торговаться за одни и те же дефицитные ресурсы, что приведет к росту цен. В результате имеем гиперинфляцию. Серьезно, я до сих пор не могу понять, как золото до сих пор не бьет ценовые рекорды. Как тот же биткоин в качестве цифрового золота до сих пор не бьет ценовые рекорды. Люди хотят накапливать туалетную бумагу, но не золото, и сливают свои активы в пользу туалетной бумаги. Неужели они не видят приближающуюся гиперинфляцию? А сейчас, пожалуйста, уделите 3 секунды и поставьте лайк под это видео и подпишитесь на канал. Это позволяет алгоритмам ютуба продвигать видео и канал. Мне это очень помогает. Спасибо большое. Рецессия – это если ваш сосед теряет работу. Депрессия – это когда вы теряете свою. Гиперинфляция – когда страна переживает месячную ставку по инфляции более чем в 50% или около 13 тысяч процентов годовой инфляции. Схема простая. Первое. Экстремальная инфляция вынуждает людей тратить все быстрее, вместо того, чтобы заставить деньги работать. Так что очень быстро не остается доступных денег для вкладов в новый бизнес. Вся эта неопределенность ограничивает приток иностранных инвестиций и торговлю. Второе. Чем больше денег вы печатаете, тем большую инфляцию вы получите. Третье. Экономисты говорят, что скорость денег – это то, сколько раз в год тратится доллар. Когда люди тратят свои деньги так быстро, как получают, это увеличивает скорость и ускоряет инфляцию еще быстрее. После этого наступает депрессия. После биржевого краха 1929 года Федеральный резерв опустил процентные ставки до нуля. Производство и цены на активы упали, и обычные люди стали ожидать дальнейшего снижения цен. Безработица выросла до 25%, а доход обычной американской семьи упал на 40%. Стагфляция – это процесс, при котором производство падает или останавливается, а также когда растут цены во время застоя в экономике. Стагнирующая экономика плюс инфляция равно стагфляция. ФРС попыталась обойти это, увеличивая денежные поставки, а также урезав процентные ставки. Но производство не получило значительного роста из-за низкой продуктивности, нехватки нефти и карантинной блокировки. Так что все эти дополнительные деньги просто подстегнули инфляцию. Гиперинфляция приходит, когда печатается слишком много денег на фоне небольшого количества новых товаров. В каждом случае, когда это происходило, происходило некое событие, нарушающее обычное количество товара, которое страна могла произвести. Например, сегодня это пандемический карантин. Поэтому гиперинфляция случалась даже без печатания денег. В Зимбабве это произошло из-за того, что Мугаби захватил все хорошие плодородные земли и подарил их своим дружкам, которые не имели ни малейшего понятия о фермерстве и о том, что с этой землей делать. В Германии все их фермы и фабрики были уничтожены войной, а печатание денег для того, чтобы вернуть долги за Первую мировую, сделало ситуацию еще хуже. В США был такой случай гиперинфляции после гражданской войны. Все произошло не из-за того, что конфедерация печатала деньги, а из-за того, что они проиграли войну, и никто больше не воспринимал их бумажки как деньги. Или относительно недавно в Венесуэле. Контроль над ценами задушил фермеров и владельцев фабрик так, что они должны были терять деньги или закрыться. И они закрылись. Это не было большой проблемой, пока деньги от нефти находились в постоянном притоке, а Венесуэла могла импортировать товары отовсюду. Но теперь карантин закрыл границы. В 1969 году, когда Милтон Фридман придумал шуточную теорию о вертолетных деньгах, он описал этот глупый сценарий возможных событий, чтобы доказать свою точку зрения о возможной одноразовой денежной помощи в ответ на кризис. Бернанке, председатель Совета ФРС США, воспринял эту шуточную теорию как серьезное руководство к действию. Экономика функционирует вверх ногами, но приток денег происходит сверху вниз. Если верхушка и низ социального пирога имеют схожие цели, развитие общества и жизненные стандарты для всех, тогда подход сверху вниз, наверное, может сработать. Но если верхушка имеет цель улучшить только собственные жизненные стандарты, причем за счет всех остальных, то никакие деньги никогда не смогут вылечить болезнь экономики, потому что болезнь появляется из-за верхушки, которая и получает эти деньги. Пока правительства по-настоящему не проникнутся миссией развития общества в целом, мы обречены страдать от повторяющихся и ухудшающихся кризисов, которые в конечном счете приведут к таким пожарам. Общество наивно полагает, что голосование исправит ошибки предыдущих правительств, но история показывает, что это не так. Я, как гражданин Украины, могу сказать это со всей уверенностью и твердостью, и украинцы точно меня поддержат, как и русские. США было официально продано верхам в 1913-м. Остальной мир распродали, когда он был особенно слаб, в 1944-м, в соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями. До тех пор, пока ФРС и Бреттон-Вудс не будут упразднены, а частный центральный банк не будет признан незаконным, абсолютно ничего нельзя изменить. Если у кого-то до сих пор остается иллюзия, что голосование может что-то изменить, к сожалению, многие так думают, то мир обречен, мир останется местом, где каждый сам за себя. А меня зовут Богатейший Ди. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и зарабатывайте. До скорого.